Музыка Сегодня 24 декабря, вторник. Смотрите в новостях телеканала ОСА. Проезд в трамваи подорожает. Смотрите, сколько теперь будет стоить билет и когда готовить деньги. Ледовую переправу через Чулым открыли. Мэр Ачинска получил неуд за доверие к власти. Расскажем, что это значит. Кто устал, может ему пора отдохнуть. А еще узнаете, где не проехать, какие супермашины получили медики и куда идет новогодний маршрут. Начнем наш выпуск с новости, которая коснется всех, кто пользуется электротранспортом. Только что стало известно, что Ачинсам придется платить больше за проезд трамваи. Сразу на 2 рубля. Такое решение приняли в Министерстве тарифной политики края. Теперь во всех городских трамваях, вне зависимости от маршрута, цена билета составит 19 рублей вместо 17. В Министерстве рассказали, что тариф устанавливается как минимум на год. Следующее увеличение произойдет, когда доходов от перевозок не хватит для нормальной работы транспорта. Напомню, проезд в Ачинском трамвае в последний раз дорожал 2 года назад. Тогда стоимость билета увеличилась всего на 1 рубль. А сейчас, как говорят наши трамвайщики, увеличения стоимости на 2 рубля недостаточно. По их подсчетам, билет должен стоить рублей 20. Это как минимум. Но в правительстве решили иначе. И добавлю, что новая цена в Ачинском трамвае начнет действовать 5 января. Наталья Солдовник, Вильдан Калимули, новости телеканала АСА. Открыли родненькую, это я про ледовую переправу через Чулым. Два дня подряд Ачинский транспорт подготавливал площадку, чтобы все жители Ачинска, Ачинского района и гости нашего города проезжали с комфортом. Открытие ледовой переправы полностью зависит от погодных условий. Этот декабрь стал самым теплым за 100 лет. По словам специалистов ГИМС, только ко второй декаде декабря лед стал нужной толщины 40 сантиметров. Это означает, что переправа полностью готова к транспорту. Но все же рекомендуют водителям быть предельно внимательными и соблюдать все правила нахождения на переправе. Отмечу, что в прошлом году ее остановили примерно в этих же числах. И не забывайте, что вес транспортного средства не должен превышать 3,5 тонн. А вот большегрузом лучше перемещаться по автомобильному мосту федеральной трассы Р-255. Ачинск вошел в число городов с низким уровнем доверия к власти. Так оценило краевое правительство работу Илая Ахметова и его команды в третьем квартале. Вот у меня в руках этот документ. Фактически, мэр получил неуд от народа. Теперь оценивать местную власть будут каждые три месяца. По поручению губернатора, Министерство экономики разработало систему оценки эффективности местной власти. Работа мэров и глав будет оцениваться по их хозяйственной деятельности и по тому, как их воспринимает население. Важнее, конечно, социально-экономическое развитие. За это, к примеру, Ачинский район получил высокую оценку, как ни странно. А вот Илай Ахметов не попал ни в передовики, ни в плохиши. То ли золотая середина, то ли серость. А вот проблемы с доверием у мэра Ачинска, похоже, уже хронические. Перед тем, как Илай Ахметов пошел на третий срок в мэры, в Ачинске тщательно изучили обстановку. У меня в руках анализ общественно-политической ситуации в нашем городе в декабре 2014 года, ровно пять лет назад. Сделан он по заказу партии. И я зачитаю некоторые моменты. Постоянное отсутствие в городе главы Ахметов, со слов экспертов, находится в Красноярске практически каждый день. И невозможность записаться к нему на прием по решению своих вопросов вызывает у жителей негативное отношение к деятельности Ахметова. Далее. Во время второго срока полномочий Ахметова жители стали отмечать его безразличие к проблемам города, отстраненность и высокомерие. И ниже по тексту. Подобные ситуации в большей степени негативно сказываются на рейтинге как главы города, так администрации в целом. Я замечу, это 2014 год. Но как похоже. Подытоживая, партийные аналитики пишут, у Ахметова низкий шанс стать главой на народных выборах. Впрочем, мы его и не выбирали. И похоже, за третий срок Илай Ахметов не исправился. Чтобы власть была не для себя самой, а для людей, краевое правительство теперь, как в школьникам, в дневники выставляет оценки каждую четверть. Губернатор Александр Ус по-простому объяснил, что ждет отличников, а что двоечников. Эта система должна нам показать, кто устал, может ему пора отдохнуть, кто не вписывается в соответствующие реалии современной жизни. И это означает, что результаты вот такой оценки мы по-серьезным будем учитывать при принятии конкретных кадровых решений. И по продвижению, и по отставкам. Мэрский срок свадебного генерала, и это тоже слова из партийного отчета, заканчивается в сентябре. Однако Илай Ахметов на итоговой пресс-конференции, куда побоялся позвать телеканал ОСА, заявил, на пенсию не собирается. По нашей информации из источников близких к краевому правительству, определенные решения по Ахметову уже есть. Можем пора отдохнуть. Наталья Сусанина, телеканал ОСА. Дарите золото. Это красиво. Наша аптека теперь работает и днем, и ночью. Наша аптека рядом с вами 24 часа в сутки. Ждем вас по адресу 2-й микрорайон, дом 23, справа от Водолея. Впервые Вачинский. Интерактивный умный музей. Более 40 уникальных экспонатов, которые можно трогать. Уникальные природные явления, яркие научные опыты, фокусы и оптические иллюзии. Город Ачинск, торговый комплекс «Сибирский городок», 3-й этаж. Только до 31 декабря. Скажи на кассе ОСА и получи скидку 30%. На подходе Новый год. Ваш малыш подарки ждет. Все игрушки просто ах, вы найдете в шалмах. А что, радовался глаз, не забудьте про наряд. Магазин Шалмы. Первый микрорайон ТЦ Плаза. Лаборатория АБВ объявляет акцию «Пусть родные живут долго». Проверить состояние сердца и сосудов поможет комплекс из 8 медицинских анализов. Всего за 750 рублей. Пятый микрорайон, дом 54. Сегодня в Ачинск прибудут новые машины скорой медицинской помощи. Всего две штуки. Ключи от них руководители медучреждений уже получили в торжественной обстановке в Красноярске. Одна машина досталась перинатальному центру, другая – межрайонной больнице. В перинатальный центр поступила машина марки «Форд». Это автомобиль, который оснащен оборудованием, позволяющим проводить реанимационные мероприятия даже при движении машины. А в межрайонную больницу направился автомобиль «ГАЗ» с северной комплектацией. Это значит, он может использоваться как в городских условиях, так и в условиях сельской местности при максимально низких температурах. Отметим, в крае ведется плановая работа по замене автотранспорта в медучреждениях. Каждый год автопарк обновляется на 5-10%. Всего за 2019-й в наш регион поступило 99 автомобилей скорой медицинской помощи. Приобретены они за счет средств краевого и федерального бюджетов. В рубрике «Цифра дня» средняя зарплата в 100 с лишним тысяч рублей и чистое производство. Норникель обозначил планы на 2020 год. Объемы производства вырастут, а выбросы наоборот снизятся. Добыча руды должна вырасти до 2,5 раз. При этом ставка будет сделана на экологически чистое производство. Стабильно Норникель является крупнейшим налогоплательщиком Красноярского края. Средняя заработная плата в компании составляет 123 тысячи рублей. Меня зовут Наталья Сусанин, и у меня несколько новостей, которые, как мне кажется, влияют на нашу жизнь. Члены избиркома получили сроки за вбросы на выборах. Эту историю новости ОСАРа сказали на днях. Суд установил, три члена избирательной комиссии досрочно проголосовали вместо других людей за нужных кандидатов. Это были выборы в Красноярский горсовет, а еще сообщалось, что сотрудников муниципальных учреждений вынуждали голосовать за Единую Россию. В итоге на округе, где подделали голоса, победил Единорос. Так все выглядит, словно я про Ачинск рассказываю. Но приговор за такую самодеятельность пока вынесен работникам Красноярского избиркома. В миру они все сотрудники детских садов. Суд назначил от полутора лет до девяти месяцев, условно. Плюс запрет на несколько лет работать на выборах. Это первая история с таким финалом. Теперь возможны три варианта. Или появятся другие уголовные дела, или выборы будут честными. Ну, или все останется как прежде. Думаю, в марте Ачинск это проверит. Вопрос с довыборами в законодательное собрание, вместо ставшего министром Павла Ростовцева, еще не закрыт. После каникул в краевом парламенте решат. Ну, а мы расскажем. Ну, а если кому мало показалось пенсионной реформы, несмотря на протесты по всей стране, пенсионный возраст все-таки увеличили, добавочку народного счастья приготовила депутат ЗАГС Собрания от Единой России Марина Добровольская. Она предложила ужесточить условия для ветеранов труда в получении соцподдержки. А это не бог весть какое богатство. Лекарства за полцены, соцкарта на проезд, льготы по коммуналке, компенсация на зубные протезы и надбавка в 300 рублей. Так вот, Добровольская, она заняла место в парламенте этой осенью, считает, что выплачивать надбавку надо лишь тем, кто нуждается. Да и звание это не раздавать направо-налево только за трудовой стаж, а чтобы у отпахавшего всю жизнь еще и поощрения от высших органов власти были. Ну, там грамоты, благодарности. Кстати, у самой Добровольской они уже есть. Плевать мне, что популярных нет. Плевать, потому что нельзя размазывать манную кашу по тарелке, потому что нельзя давать каждому второму помощь в виде трех копеек. Для кого-то эта поддержка большая, а для людей, которые получают пособие и пенсию по 40-50 тысяч, такие тоже есть. И он все равно тащится и берет проездной билет, берет ЖКХ, имея пенсию 45 тысяч. Где справедливость? Поэтому я считаю, что я уже написала ряд проектов закона, и написала, я думаю, что они будут очень плохо приниматься. За такую жестокость по отношению к пенсионерам саму депутатшу жестко затроллили. И коллеги по ЗАГСобранию, слава богу, не поддержали ее антинародную инициативу. В Ачинске перекроют движение. Связано это с открытием городских елок 25 и 27 декабря. Итак, уже завтра, 25 декабря, состоится торжественное открытие елки Ледового городка возле стадиона «Нефтяник». Это в четвертом привокзальном микрорайоне. Поэтому будет временно перекрыто движение по улице Черемуховой и от стадиона «Нефтяник» до жилого дома номер 9 по улице Дружбы народов. Ограничение движения для автомобилей будет действовать с 18.30 до 21 часа. А 27 декабря, это в пятницу, состоится праздничное открытие центральной городской елки на площади возле ДК. Движение в обоих направлениях будет перекрыто также с 18.30 до 21 часа на улице Кравченко, от торгового центра Причулымья до торгового комплекса «Алмаз». Общественного транспорта это не касается, а автомобилистам рекомендуем продумать свой маршрут заранее. И напомним, открытие городских елок и ледяных городков состоится в 19.00. В сети аптек «Губернские аптеки» подарки на любой вкус. Здесь можно найти готовый набор или собрать подарок самому. Порадуй оригинальным презентом родных и близких. Скидки от 10% за полезными и нужными подарками в «Губернские аптеки». Заказ такси. Звони 44444. Заказ такси через приложение от 50 рублей. В 30 городах России уже знают, каким простым и удобным может быть ремонт автомобиля, если он начинается с «Автотрейд». Всегда в наличии более 80 тысяч наименований автозапчастей, расходных материалов и технических жидкостей для любых автомобилей по доступным ценам. Федеральная сеть магазинов «Автотрейд». Теперь и в Ачинске. Ачинск. Свинина для новогоднего стола от Енисей Агра. Например, сочная шея по 275 рублей. И много другого мяса по приятным ценам. За мясом в Енисей Агра на Крайбазе. Кирова 3, склад 10. Компания «Синт» представляет. Новые тарифы. Новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. В новой Причулымке еще больше подарков. Праздничные продуктовые наборы, посуда, постельное белье и многое другое. Подпишись на газету до 25 декабря и участвуй в розыгрыше призов. Подробности в газете «Новая Причулымка». С наступающим Новым годом! Традиционно в канун Нового года на маршрут приезжает новогодний трамвай. Сегодня в Каналоса вместе с группой дешкалят из 39-го детского сада. Едем в новогоднем трамвае, радуемся новогоднему городу. Ну и дарим друг другу улыбку и хорошее настроение. Ачинский трамп-парк умеет дарить людям праздник. С самого утра жители наблюдают новогодний маршрут. Первыми, кто прокатился на зимнем трамвайчике, были ребятишки. Увидев Деда Мороза, сразу поняли, что нужно сделать. Мы встретились с тобой. Этот праздник долго ждали. И он пришел в мороз зиму. Молодец! Новогодние трамвайчики, а их два в городе, украшены гирляндами. На окнах развешаны рисунки ребятишек из детского сада номер 39. Атмосфера Нового года витает в салоне трамвая в перемешку с шумом, гамом и смехом. Эти ребята активно принимают участие во всех конкурсах. Рисунки дешкалят частенько были развешаны и в летний период. По огромным счастливым глазам можно понять, что такие экскурсии пришлись по вкусу каждому из малышей. По словам руководителя городского электрического транспорта, сказочные трамваи будут радовать горожан до окончания новогодних праздников. А может и прокатят еще всех жителей до Старого Нового года. Анна Ахметова, Иван Амелькин, Телегоноса. С Новым годом! Один из главных вопросов перед Новым годом – что приготовить к праздничному столу? Меню в каждой семье составляют по-своему. И, пожалуй, ни одно застолье не обходится без мяса и мясных блюд. Где в Ачинске купить этот продукт? Сейчас расскажем. В эти дни самый большой спрос на говядину, свинину, набор для холодца и мясной деликатес – языки. Торговцы мясом говорят, в декабре их продажи растут по сравнению с другими месяцами – в несколько раз. На ура расходится вырезка, популярна и диетическая курочка. Из нее ачинские хозяйки готовят экзотические салаты. Новогодний прогноз пока обещает комфортную погоду. Так что ачинцы затариваются и мясом для шашлыков. Тут на любителя. Кто-то ребрышки, другие берут сочную мякоть. Ученые, повара и диетологи уверяют – разницы между замороженным и охлажденным мясом нет. Только в цене и, как правило, охлажденное мясо стоит в разы дороже. Приобретая замороженное мясо, можно запастись на будущее, а в преддверии праздников – это лучшее решение. Главное помнить, как правильно размораживать, а как делать – категорически нельзя. Компания «Енисей Агро» уже не первый год на рынке. Радует своих покупателей высоким качеством и большим ассортиментом. Всегда в наличии мясо свинины, говядины, курицы по приятным ценам. К новогодним праздникам компания «Енисей Агро» проводит акцию. Шея свиная – 275 рублей, окорок свиной – 250 рублей. «Енисей Агро», улица Кирова-3, склад 10, территория Крайбазы. Для оптовиков – особые условия. Компания «Енисей Агро» Компания «Енисей Агро»